А перед началом ролика хочу дать небольшую рекомендацию. Если вы так же, как и я, работаете в серии такси, у нас здесь, а нас окружают большие штрафы за нелегальную работу в черную по каким-то схемам. Одним из популярных штрафов является несоблюдение и непрохождение медицинских и технических осмотров или те же самые путевые листы без заполнения этих журналов. То есть, в принципе, сотрудники МАДИ могут запросить проверку всех путевых листов и всех журналов этих осмотров. Если, конечно, это были фейковые документы, обычные бумажки путевых листов, которые кто-то печатает на принтере и сам и ставит какие-то печати, то, конечно же, его ждет огромный штраф, минимум размер 60 тысяч рублей. Всего этого можно избежать, достаточно делать документы в правильных организациях, в легальных компаниях. Одно из которых является такси-документ. Я советую эту компанию, я уже не первый день с ней сотрудничаю. Я сам доволен, меня неоднократно останавливали, проверяли мои документы. И я знаю, что мне, сотрудничая с этой компанией, бояться нечего. Все документы легальные, все сделано правильно при соблюдении всех ГОСТов. Ниже в описании, в закрепленном комментарии, будут контакты этой организации. Вы можете созвониться с ее представителями, узнать какие-то для вас интересующие вопросы. И при первом оформлении документов можно немного снизить первоначальную стоимость на 500 рублей по промокоду Батя в деле. Не забывайте упоминать этот промокод. И с этими документами в дальнейшем можно точно ничего не бояться. Ну а теперь все, погнали смотреть ролик. Ребята, всем привет. Мы на канале Батя в деле. Я хочу вам рассказать одну историю, через которую я прошел. Возможно, она даст понимание, как избежать блокировки пожизненной в сервисе Гет. В моем инстаграме можно было однажды заметить, что я поехал сдавать бизнес-тарифы в Яндекс, в офис. Там примерно те, кто сдавали, знают эту процедуру. Те, кто не сдавали, она состоит из нескольких этапов. На тот момент ты записываешься на этот экзамен, приезжаешь, сдаешь 40 тестовых вопросов. Если ты их проходишь, переходишь дальше уже один на один с экзаменатором, типа, проходишь три разных вопроса, отвечаешь на них, даешь какое-то свое мнение. И они смотрят на умение тебя коммуницировать с людьми и уже либо тебя дальше пропускают на тренинг, либо блокируют. В общем, я налегке, на шутках все это пролетел. Для меня это не составило труда. Но после я подумал, что, блин, было бы хорошо сразу сдать какой-нибудь еще там, не знаю, открыть Ситимобил, открыть Гетт там. Ну и уже позже, возможно, открыть Вилли. Также, кстати, ниже будет ссылка на некий тест, по которому я готовился. Это такая удобная штука, в которую можно пробежаться там 100 вопросов. Она наподобие уровня Вилли поможет подготовиться к этому тесту. И я его пробежался раз пять, запомнил ответ. И, в принципе, это помогло мне сдать экзамен в Яндексе. Короче говоря, после Яндекса я начал пробивать, как же мне сдать в ГИТе. В ГИТ приехать было нельзя, можно было сдать дистанционно. Я уже поехал домой. Там было где-то 15 вопросов, вообще несложных. Я их быстро отщелкал, и далее было где-то такое задание, там, двухминутное ролик, и нужно было снять и ответить на разные вопросы. Крайним из вопросов было что-то из серии «Почему Гетт?», «Почему не другие какие-то агрегаторы?». Я там ответил, что я бы хотел поработать во всех агрегаторах, сравнить, понять, какой самый продуктивный, с кем я смогу больше всего зарабатывать, и оставить для себя какой-то самый подходящий. И после этого, как раз-таки после проверки этого видеообращения моего, меня заблокировали пожизненно. То есть сам Гетт хотел бы, наверное, услышать, как сервис, что есть только Гетт и больше никого. Это единственный сервис, наверное, который лучше всех, через который только стоит работать, и больше нигде и никак. Скорее всего, сотрудники Гетт хотели услышать это, но услышали правду, после чего пожизненно меня заблокировали. Это классный подход. При этом, если бы меня не блокировали, я бы на арендованной машине бизнес-класса, там, Е200, Мерседеса или БМВ-пятерки, выполнил хотя бы несколько заказов. Или хотя бы иногда выполнял бы эти заказы, а не получали бы комиссию. То есть, в принципе, этот агрегатор потерял водителя. В общем, в следующий раз, если будете проходить тот же этап, который я рассказываю, скажите, что просто Гетт единственный и неповторимый, и что вы от каких-то коллег услышали, что это отличный агрегатор, и вы хотите работать только через него, тогда точно вы сдадите этот тест, и никаких проблем у вас не будет, таких, как у меня. В принципе, Гетт – это не основной агрегатор. В дальнейшем я планирую поработать и по всем категориям мультимы. Это бизнес, это премьеры, это элит. И я думаю, что спустя время я сдам Вилли, и мне будет достаточно одного Яндекса и Вилли для того, чтобы полноценно работать и без Гетта. Если кто-то из Гетта это увидит, я вам всем передаю привет. Ну а другим коллегам и тем людям, которые смотрят этот ролик, я говорю спасибо за уделенное время. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok